Кому лапки, кому тушки. В набережных Челнах в минувшие выходные открылась ярмарка «Новогодний гусь». Палатки фермеров развернулись перед стадионом «Строитель» и на ипподроме. Последняя точка впервые стала площадкой для продажи мяса птицы. Посетила ее и наша съемочная группа программы «Челны-24». О плюсах и минусах ярмарки расскажет моя коллега Эльмира Гайнудинова. Вяленые, мороженые, копченые. Выбор гусиного мяса на ипподроме впечатляет богатым разнообразием. В гуси бывают жирные породы местные. Вот линда, она покрупнее, она жирнее. Вот у нас сорт итальянка, она местная порода. И люди охотно берут, конечно, местные породы. В челнинских ярмарках традиционно принимают участие фермеры со всей республики. Но есть у них и замечания. Так, некоторых не устраивает новая торговая площадка. Конечно, нам в Шамиль-Усмане в Вузе Мире хорошо было продавать товары. У нас много продажи, плохо здесь там получше было. Раньше в день я 80 индюков продавал. Сейчас 10 продаж – хорошо. В отличие от продавцов, у большинства покупателей, среди которых и гости города, площадка нареканий не вызвала. Ценами они тоже остались довольны. Так, по словам постоянных посетителей ярмарок, цены на птицу в нашем городе несколько лет держатся на одном уровне. Гусь обойдется в сумму от 350 рублей за килограмм, утка – 300, курица – 200. Я приехала из Азербайджана, купила индюшки, цены хорошие, продукты хорошие, свежие все. Купила я сегодня недоотку, за этим пришла, искала недолго. Вот как зашла, первый ряд. Цена устраивает, купила сразу. И гусиный жир нужно было. Купила это. Все, иду домой. Большинство покупок попадут на праздничный стол. Поэтому фермеры охотно делились не только советами по правильному выбору тушки, но и ферменными рецептами приготовления гуся. Надо на сутки оставить гуся в соленой воде, на следующий день смазать птицу аджикой и другими приправами, фаршировать различными сухофруктами в рукав и в духовку. Получается очень вкусно. Те, кто не успел купить гуся или утку, могут сделать это в ближайшие выходные. Следующая ярмарка состоится 22 и 23 декабря. Здесь можно приобрести не только мясо гуся, но также утки, курицы, индейки. Кроме того, на ипподроме развернется и сельхоз-ярмарка.